Всем привет, друзья мои, подписчики канала и гости канала. Я Димас, оператор Антон. Очередной обзор. Сегодня будет у нас светофор. Ценовая категория в этих консервах. Недорогая там. Представляете, кто был в светофоре, знает, что стоит. Все до 100 рублей точно. Набрали 10 позиций. И овощи, и рыба, и мясо. Так что вот начнем. Мне кажется, вот с овощной штуки. Это вот новая позиция. Такая вот закуска новая. Она так и называется. До этого светофор не видели это. Ну, новая позиция. У них обновление постоянное. Она непросроченная. Масса 460 грамм. Составляющие здесь капуста белокочанная, рис, морковь, лук репчатый, томатная паста, масло подсолнечное, рефинированное. И всякие пошли эмульгаторы, загустители. К химии немного, кстати. Как бы штука прикольная. Ну, пробуем, скрываем. Звук приятный. Запах хороший тоже. Вот смотрите, как выглядит. Капусточка тут, наверное, да. Прям запах идет. Лучок. Конечно, эту штучку, наверное, греть надо. Но мы будем все холодное пробовать, чтобы настоящий вкус ощутить. Запах приятный. Мне нравится. Такое напоминает столовскую, так сказать, капусту тушеную. Пробуем, чтобы у нас... Приятно вообще. Нормально. Мало соли по мне. Кому нравится рис с овощами, эта тема хорошая. На сковородочке погреть вообще будет бомба. Советую вам брать. Дальше мы попробуем сразу несколько позиций неприятных. Чисто для меня вот такая штука откровения. Окунь-кирпук. Дальневосточный, да. Дальневосточный натураль с добавлением масла. Похож на судака. Наклейка такая неровная, да. Замок здесь. И как бы, ну, перевернутый. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы вкус был. 240 грамм. Состав окунь плюс масло. Все. Пробуем, открываем. Естественно, не просрочка. Смотрим на вид, как. Ну, так приятно выглядит. Достаточно маслица, так что там прослеживается. Запах. Ну, обычный запах консервных рыбы. Вот, я, позвольте, солью водичку отсюда, чтобы удобно было смотреть. Куски большие. Попробуем как на вкус. Не противный. Сразу говорю, не противный вкус. Но, ближе с кумбрией, наверное. Интересная вещь. Я чувствую, что она тоже недорого стоит. Ну, вкус приятный. Такая рыба с дужком, так сказать. Если вы... И много, кстати, вот смотрите, да. Полные четыре куска. Раз, два, три, четыре. Ну, как бы, если он не крупный, а какой-нибудь целиковый тут вошел. И вкус достаточно интересный у этой рыбы. Можно брать. К мясу перейдем. Дальше. Порвалась стикетка. Ну, вот тут написано ветчина. Сто процентов натуральный продукт, да? Тис 25 грамм. Мясо ветчина рубленая к завтраку. Консервы мясные, ветчины рубленые, стерилизованные. Состав свинина. Мясо пиццы, мех обвалки. Интересное что-то такое. Добавки разные, немного, кстати. Производство город Труэцк. Челябинская область. Срок годности тут непросроченный. Скоро посмотрим сейчас. Смотрите. Вот такая штука. Довольно-таки интересная. А запах пока непонятный. Ну, так. То, что было написано. В принципе, это присутствует. Провернутое мясо. Ветчинный продукт. Смотрите, какая штука попалась. Ну, как бы, да? Вы понимаете. Видите, кусок этой. От ветчины упаковка какая-то. Что за инженер работал? Ну, как бы, уже противно есть, понимаете, да? Вот эта вещь. Она не катит. Ну, естественно, я сейчас это попробую. А что делать еще? А мясо тут, наверное, крысиное, скорее всего. Ну, запах непротивный, как бы. Попробуем. Ну, вот я съел кусочек и все, больше не буду есть, потому что вот этот тряпочек меня смущает. Ну, как бы, я не готов есть дальше. Непротивно, но не советую брать. Уже косяк полный. Такая штука. Вот, так что, отставляем в стороночку. Вот эта штука, конечно, вообще полметра тут этой пленки какой-то ветчиной. Было мясо, будет рыба. Вот такая штука у нас. Шхуна. Паста рыбная с кальмаром, с кальмарами и креветкой. Хранится недолго, сколько тут, четыре месяца всего лишь. Вот, попробуем пастичку. Вот такая вот она. Как бы везде она такая присутствует во всех магазинах. Вот мы решили тоже попробовать, что там светофор нам предлагают. Откроем. Современную упаковку. Стандартная. На запах. Ну, как бы, ничего, в принципе, я не чувствую особого интересного. Очень жидкая по своей структуре. Ну, паста, но, в принципе, намазка должна быть такая. Ну, такой вкусообразный. Ну, креветка чувствуется. Ну, как бы, на вкус приятная, там, и химия замутили, наверное. Главное, чтобы потом плохо не стало. Ну, Республика Беларусь, Санта Бремор. В принципе, прикольно. Как беларусь сразу вызывает доверие. Не противно и точно. Неплохая паста. Неплохая. Это плюс. Дальше идет опять у нас мясо. Сейчас пойдет. О, Крамбовский. Пока мясо сегодня неудачное. Ну, на всем обзоре, в принципе, мясо очень неудачное. Упаковка. Старенькая. Достаточно простая. Три года, как обычно. Любые консервы. Триста двадцать пять грамм. Вкусный обычай. Фирма называется. Пробуем. Открываем. Такая, прям вот, еще более не мясная. Ну, есть вкрапление мяса. Как на запах. О, на запах неприятный. Такая свининка старенькая. Ну, попробуем. На вкус нормальный. Соленая. Соли убили. Здесь вкус. Ну, наверное, с голодухи можно съесть. Но, опять же, в последнее время я не очень доверяю мясным консервам. Главное, чтобы потом последствий не было. Первоначально. Очень красиво. Съедобно. Ну, можно такую штуку взять на маску. Достаточно прикольная штука. Можно брать, если она не очень дорогая. Интересная штука. После мяса перейдем к рыбке. Интересная вот такая упаковочка. Такая цивильненькая. Как сказать, даже европейская. Завтрак, обед, ужин. В любой момент можно есть это все. Паштет из Аваси. Город Домодедово. Вот это меня сразу пугает. Вот когда я вижу московные какие-то города. Срок годности 3 года. Значит, консервы. Еще отдельная наклейка производителя. Рыбные консервы. Сверизованные паштетсы, сардины, тихоокеанские и вася. Все возможные напоминания, где можно посмотреть срок годности, сколько хранится. И как бы молодцы, все есть. Новый замок. Сейчас вскроем. Посмотрим, что у нас тут на видках. Запах приятный, такой селедочный. Мягенький такой паштетик, да? На вкус тоже так. Соленый опять же. Ну, на Аваси не особо похоже. Ну, рыбный вкус, запах присутствует. Не противно. Хороший паштет. Достаточно съедобный. Цвет такой достаточно приятный тоже. Консистенция тоже очень такая нежная. Хорошая штука. Мне понравилась. И как бы после рыбы перейдем к моим любимым овощам. Угощение славянки. Фасоль домашней, традиционной, из печи. Очень приятный должен быть у нее аромат. Большая банка стеклянная. 700 грамм. Стоит она тоже, наверное, рублей 100, да? Я не помню. Да, вот. Ценовая категория, наверное, рублей 100. При этом у вас идет банка стеклянная в подарок. Хочется прямо вот открыть, попробовать. Открывается легко. Такая на вид. Немножко есть вот масло тут сверху. Ну, как бы норм. Все в норме. Чуть темный цвет, но это стандартный. Внутри аппетитно все выглядит. Очень люблю. Пробуем. Запах отличный. Приятный идет запах. Запах есть печеный. Не обманули. Достаточно вкусная. Если по ходу брать единицы неудобной банкой стеклянной, а так, как по мне, с хлебушком, то это вообще зачет. Реально хорошая вещь. Вот эту штуку берем. Возможно будет потом изжога. Ну, как бы это уже сами смотрите по себе. Анчелусы. Интересная позиция. Тоже новая, мне кажется, в этом светофоре. Анчелус европейский. 168 грамм. Состав анчелус европейский. Неразделанный, обжаренный. Угу. Вот такой, значит. Хорошо. А Республика Крым? Ха-ха. Республика Крым, понятно. Чуть сразу брызнула. В томатном соусе. Что-то не было написано, да? Я не прочитал. А тут томатный соус полез. Томатная паста, да, написано. Я что-то не это... У меня состав большой. Ну, ладно. Я думал, будет анчелус другой. Немножко масла. И что мы тут видим? Как думаете, что мы тут видим? Кирка в томате, мы видим. Просто стандартный кирк в томате. Который обосрал мне все руки. На запах... Обычная кирка. Смотрите на вид какая. Крымчанка. Горькая томатная килька в томатной пасте. Стандартный вариант. Может быть, это анчелус, да. Но, как по мне, это просто вот... Клик в томате. Они просто испортили. Но это вот зачем? Надо вот, если есть анчелус, надо делать анчелус. Зачем портить, если это анчелус? Делать его в томатном соусе? Может, кильку они не поймали в этом году? Кто знает. Ну, так. Кирка в томате неплохая. Паштет с гусиной печенью. Фирма Хэйм. Хэмэ. Очень знаменитая. Странно, что это продается в Сетафоре. Ну, интересно, да. С укропом. Хороший паштет, мне кажется, будет. Производство уже наше, по ходу дела. Да, Владимирская область. Вторая смена. Делал это все. Посмотрим, как вторая смена упаковала. Что там у нас внутри. Большая банка. Большая банка. Достаточно приятный запах. Обычно я видел такие баночки менее миниатюрные в упаковке. Приятный такой паштетик. Хороший такой. Кому нравится паштет, то знает. Но укроп чувствуется сильно, на самом деле. Если я не ошибаюсь, эта фирма венгерская. Может, ошибаюсь, французская. Отлично. Я бы тоже брал. Советую вам брать. Последняя у нас баночка на сегодня. Бутер Фиш Европром. Фирма называется. Банка хорошая, красивая. Упаковочка, небольшое стекло. Производство в городе Санкт-Петербург. В принципе, нормально для рыбы. Такую штуку я не покупал. Ну, никогда не пробовал в жизни даже. Их много сейчас стало на прилавках магазина. Морем. Отличный звук. Приятный запах. Достаточно овощной. С оттеночками. Не рыбными, на самом деле. Ну, такой приятный, такой вот копчененький. Естественно, понимаете, из чего это все сделано. Из всяких-всяких обрезков. Вот. Но при этом вот присутствует, снять, лучок. Нету никаких ненужных предметов, как вот было в ветчине. Там приятно все выглядит. Попробуем на вкус. Очень пряный. И сладкий. Но при этом довольно-таки съедобный. До рыбы. В принципе, можно взять. По цене недорого стоит. Дегустация хорошая была. Приятная достаточно. Не такая отратная, как обычно. В принципе, съедобная. Берите, покупайте. Если есть у кого-то там на районе Цветофор. Магазин. На природу особенно, если выбираете. Творите там уху. Там подобное. И чуть-чуть закусочки предложите. Для гостей будет очень бомбически. Всем приятного аппетита. Я не отравился. Мы снимаем еще видео до сих пор. Жив здоров. И вам добра и здоровья желаю. Все. Дима, с вами был оператор Антон. Увидимся на нашем канале. Лайки, дизлайки ставьте. Кому первый раз на канале, подписывайтесь. Не стесняйтесь. Нам нужна ваша поддержка. И друзья, кто уже подписан, тоже ставьте лайки. Очень приятно нам. Давайте. Удачи вам. Пока-пока.